Современный высокотехнологичный учебный центр повышения квалификации врачей открылся в медсанчасти «Нефтяник». Уже разработано 5 программ, в перспективе 10. Задача устранить пробелы вузовского образования, познакомить студентов с современными разработками. Первый курс уже набран. Это группа от Арины Ларингологов, рассказывает Татьяна Воротилова. Роботы на помощь хирургам медсанчасти «Нефтяник» пришли 5 лет назад. За это время здесь отработали сотни уникальных операций и стали рекордсменами в России по их количеству. Нагрузка увеличилась на операционных сестер, конечно. Прибавилось очень много роботических операций. В прошлом году мы начали делать гинекологические операции на роботе. И в 2019 году мы планируем лор-операции делать с помощью роботоассистента. О возможностях современной медицины рассказывают первым слушателям учебного центра. Программа повышения квалификации врачей авторская, разработана тюменцами. И важный акцент – научить медиков проводить точную диагностику, привлекая специалистов разных направлений. У нас это идет на стыке двух специальностей со стоматологией. Все равно нужно одну дисциплину не рассматривать конкретно, а она перекликается всегда с другими дисциплинами. И всегда интересно узнать мнение других челюстно-лицевых хирургов, стоматологов. Поэтому, конечно, много нового узнали уже за сегодняшний день. Надеюсь, что в последующие тоже будет много интересного. Врачи медсанчасти «Нефтяник» в лечении лор-заболеваний за последние годы достигли хороших результатов. О них сегодня и рассказывают коллегам. Современный эндоскоп, муляжи гортани, височные кости, выполненные на 3D-принтере, помогают им наглядно передать научное открытие. Найти ответы на вопросы, почему на первый взгляд удачно выполненная операция, не помогла победить болезнь. Это пациенты с так называемыми адонтогенными гайморитами, когда по причине болезни зубов и зубочелюстной системы произошло воспаление гайморовой пазухи. Сегодня таких пациентов много, вопрос их лечения очень сложные, разные. Хирургия, эндоскопия, гинекология, урология, нейрохирургия – пять направлений открыты в учебном центре. Новые технологии врачи могут осваивать в том числе дистанционно. Из операционных организована трансляция. Подходом тюменских хирургов уже заинтересовались коллеги из Сербии. Татьяна Воротилова, Александр Изосимов, Тюменское время.